Продолжение следует... Вселенское зло. Антуджи показывает свой звериный оскал. Намертво цепляется в горло неосторожного гостя и не отпускает, пока не убедится в том, что гость либо мертв, либо лишился рассудка от ужаса. Путешествие по ту сторону монитора несопоставимо с жизнью. Но если вы совершенно случайно оказались там, немедленно уносите ноги. Ибо умеющий искусно маскироваться в густых зарослях виртуальных джунглей, зверь готов наброситься в любой момент. Мы продолжаем экскурсию по кунцкамере цифрового зазеркалья, кишащей по выскакивавшими из заспиртованных банок уродливыми образцами. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. В этом выпуске вы познакомитесь с самыми свирепыми великанами виртуальной вселенной. Эти порождения игрового мира доказали, что размер имеет значение. Ибо там, где они обитают, рост, мощь и ярость решают все. Огромная жажда жизни не дала молодому американскому солдату Саймону Бакнеру погибнуть в подземном мире от рук многочисленных вампиров и демонов. Неистово отбиваясь от них, он смог не только уцелеть, но и добраться до того, кто был виновен в этом кошмаре, доктора Циммермана. Сумасшедший ученый не собирался сдаваться без боя. Забравшись в танк, напоминающий огромного скорпиона, он стал практически неуязвим. Саймону упорство было не занимать. Из всех стволов своего бронескафандра на вампирской тяге он принялся поливать огнем гигантское насекомое. Но все снаряды, как резиновые пули, отлетали от панциря, не оставляя на нем ни царапин. В ответ скорпион выпускал из своих недр тучи летающих шарообразных существ с жадностью впивающихся в костюм американца. Жизнь бравого Янки висела на волоске, когда он нащупал слабое место сбесившегося ползучего гада. Разбив башни, питающие насекомообразный танк, живительной энергией, он превратил скорпиона в беспомощную жестяную банку, который с легкостью вскрыл и расправился с Циммерманом. Танк-скорпион из Некровижн стал достоянием истории и очутился на десятой строчке списка самых свирепых великанов виртуального мира. Прекрасный Занаркан с жемчужиной Спиры был разрушен до основания в период войны. Но его покровитель, могущественный призыватель Ю-Евон велел выжившим горожанам стать призраками веры и воссоздать город таким, каким он сохранился в воспоминаниях. Для его защиты и для сохранения своего могущества Ю-Евон создал Сина. Мощнейшего, бесчеловечного монстра, который стал настоящим кошмаром Спиры. Син разрушал целые поселения, призывал наводнения и другие беды на деревни и города. Сотни и тысячи невинных людей становились жертвами беспощадного великана. Со временем правитель окончательно потерял человеческий облик и совсем перестал контролировать распоясывшееся дитя, которое стало угрожать существованию всего человечества. И лишь благодаря отваге Тидус и молодой призывательнице Юны, сумевших проникнуть внутрь чудовища и одолеть его, Спира была освобождена от гнета, а Зонаркан избавлен от жестокого правителя и его призраков веры. Гигантский Син из Final Fantasy X по праву оказался на девятом месте хит-парада самых бесчеловечных великанов по ту сторону монитора. Его предназначением было встречать корабли в порту и служить ориентиром для мореплавателей. Он гордо возвышался над Эгейским морем, сверкая бронзой и освещая этим светом остров Радос. Колосс Радосский сразу после своего создания заслужил титул Чудо Света. Однако этой великолепной фигуре была уготована иная участь, нежели быть просто маяком. Хитрый и коварный Зевс оживил статую и отправил ее на смертельную битву с богом войны Кратос. Глаза великанской скульптуры вспыхнули пронзительным голубым светом, а могучая поступь зазвучала по водам бухты, поднимая волны страшной высоты. Мощь колосса поражала. Своими ручищами он легко прошибал стены зданий, где прятался Кратос. Его удары сотрясали землю, а громогласный рык повергал в ужас. Однако при таких габаритах греческому громиле не хватало проворности, что сыграло с ним роковую шутку. Юркий Кратос, хоть и проигрывал колоссу в размерах, был гораздо быстрее. К тому же у него были божественные мечи хаоса. Именно они позволили бывшему спартанскому полководцу расправиться с ожившим монументом. Прекрасный и грозный колосс Радоски из God of War 2 величественно украшает сегодняшнюю десятку опасных великанов по ту сторону экрана. Восьмое место. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, для чего нужен куб душ. Не переключай. Их конек невообразимый рост и неописуемая сила. Мы продолжаем перебирать картотеку великанов виртуальной действительности. Локосты. Мерзкие твари, населившие планету Сера и грозившие поставить крест на самом существовании человечества. Летающие и ползающие, ходячие и неподвижные. От количества видов этих монстров рябило в глазах. Одним из самых крупных представителей враждебной людям расы был Брумак. Это уродливое существо, передвигающееся на двух конечностях с несколькими парами светящихся глаз, отвратительной пастью полной острых зубов, использовалось локостами как средство передвижения. Силы ему было не занимать. Своей лапой чудище с легкостью могло сбить вертолет. А челюсть легко перекусывала бронированные стальные предметы. Но как только Брумак однажды вошел в озеро с эмульсией, тварь стала мутировать. Быстро раздуваясь и обрастая щупальцами с раздвинутыми пастями, она выросла до невообразимых размеров, грозя вырваться наружу, чтобы добить остатки сопротивляющихся людей. Но Маркус, догадавшийся обдать зверюгу из молотого схода, превратил монстра в мощнейший ходячий снаряд, который, взорвавшись, похоронил под землей и затопил осиное гнизго локостов. Брумак из Gears of War 2, увеличившийся до невообразимых размеров от контакта с эмульсией, по праву занимает седьмое место среди самых свирепых цифровых великанов. Кибердемон. Он жил в самом сердце ада. С древнейших времен он охранял преисподнюю, готовый испепелить любого, кто вторгнется в нее или помешает его планам. Одним своим видом он внушал первобытный ужас. Гигантское мускулистое тело с козлиными ногами и человеческим торсом было увенчано отвратительной огнедышащей головой с бычьими рогами. Дерзкий морской пехотинец, отчаянно сражавшийся за собственное спасение, каким-то чудом раздобыл смертельное оружие – священный куб душ. Этот артефакт оставила землянам древняя цивилизация, однажды также столкнувшаяся с наступлением гиены огненной на мир. В нем они заключили свои собственные души и только ценой такой жертвы смогли остановить сатанинское нашествие. Солдат воспользовался силой этого священного оружия и только таким способом сумел одолеть это богопротивное чудовище, закрыв таким образом вход в чрево ада. Яростный и беспощадный кибердемон из Doom 3 безраздельно влавствует на шестой строчке хит-парада самых свирепых великанов виртуальности. После того, как Дэниел Гардер нелепо погиб в автокатастрофе, перед ним явился ангел, от которого тот узнал о божественном предназначении. Ему предстояло сразиться с самим Люцифером и четырьмя его генералами. Они невероятно сильны, их охраняют органы демонов. Я справлюсь! Некрогигант с кольями вместо ног и обитающая среди камышей болотная тварь, и вооруженный молотом Тор, и крылатый демон Аластор были огромными великанами, которых было непросто погубить. Но когда Дэн прошел через все круги ада и встретился с самим Люцифером, он понял, что до того были цветочки. Пылающий исполин с крыльями и огненным мечом в руках был непобедим. Всякий, кто посмел вступить с ним в поединок, был сожжен, разрублен мечом или просто растопкан гигантскими ногами лапами. А если несчастному удавалось разгневать дьявола, бедняга был обречен. На его голову обрушивался огненный дождь. Сотни пылающих шаров летели с небес. И тогда сопернику сатаны казалось, что наступил Армагеддон. Дьявол из Пейнкиллер, как воплощение вселенского зла, авторитетно располагается на пятом месте в сегодняшней десятке. Гигантский мобильный строитель военных баз. Вооруженный до зубов защитник территории. Мощнейшее наступательное оружие. Все это околосе на двух ногах, имя которому вооруженный командный юнит. Этот гигант мог на любой планете галактики за считанные часы возвести целый завод для производства боевых роботов. Когда ВКЮ во главе роботизированной армии появлялся на поле боя, врагу открывалось поистине грандиозное зрелище. Возвышаясь над своими механическими солдатами, он словно многоэтажный небоскреб затмевал солнечные лучи. Тогда казалось, что наступил конец света. Обрушивая на вражеские войска всю свою огневую мощь из механических рук орудий, он мог единолично решить исход поединка. Нет, этот гигант не был бессмертен. Под упорным натиском обороняющегося противника его броня могла не выдержать. Но тогда над полем боя появлялся гриб ядерного взрыва. Словно поверженный титан забирал с собой на тот свет еще одну порцию вражеских юнитов. Вооруженный командный юнит из Supreme Commander благодаря своим размерам и значению на поле боя встает в один ряд с самыми беспощадными великанами виртуальной реальности. Четвертое место. Через пару мгновений мы поведаем вам о том, кто завоевал золото, серебро и бронзу. Оставайтесь с нами. Все мечтают стать ими. Ведь чем значительнее рост и мощь, тем убедительнее из уст звучат доводы в защиту жизненной позиции. Прямо сейчас тройка самых свирепых великанов по ту сторону экрана. Статуя Спасителя. Во все времена это громадное архитектурное сооружение было символом веры людей в добро, во все самое чистое и светлое. Но однажды Санктус, предводитель Ордена Меча, решивший подчинить человеку темную силу и с ее помощью захватить мир, вдохнул демоническую жизнь в древнюю статую. Оживший Спаситель превратился в проклятие для обитателей Фортуны. Когда они впервые увидели парящего исполина, приближающегося к границам государства, и то, как улицы наполняются тьмой, им стало ясно, что город обречен. Единственной их надеждой остались Неро и Данте, которые бросили вызов каменному великану, управляемому Санктусом. Уворачиваясь от мощнейших ударов кулаков Спасителя, которые были способны как карточный домик разрушить любое здание, герои добрались до предводителя Ордена. Но как только тот был поражен мечом, душа его вселилась в статую, которая приготовилась дать отпор дерзким выскочкам. Неро усмирил разбушевавшегося исполина. С помощью волшебной руки Дэвил Бастер он вырвал лицо статуи, которая, как подкошенная, упала на город, подняв тучи пыли, ознаменавав тем самым спасение человечества. Дай! Статуя Спасителя из Devil May Cry 4, оживленная злым Санктусом и чуть было не ставшая гибелью цивилизации, на почетном третьем месте нашего списка. Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от ужаса. Так описан в книге Иова чудовищный морской змей Левиафан. Именно в честь этого библейского персонажа было названо гигантское существо Химер, появившееся на улицах обреченного Чикаго. Железо он считает за солому, медь за гнилое дерево. Размером с небоскреб это нечто, не помещавшееся на улочках, своими боками сносило одно здание за другим, а мощными ударами лап, как спички, ломало металлические балки. Меч, коснувшийся его, не устоит. Ни копье, ни дротик, ни лата. Остатки чикагцев, как могли, оказывали сопротивление, но гибли, как муравьи в муравейнике, на который наступил медведь. Дочь Лука не обратит его в бегство. Прощные камни обращаются для него в плеву. Ни пулеметы, ни гранаты, ни ракеты не причиняли Левиафану ни малейшего ущерба, лишь только раздражая его. Свисту дротика он смеется. И лишь хитростью удалось горстке людей расправиться с химерским гадом. Левиафан из Резистанс-2 без труда расчищает себе дорогу на вторую ступеньку нашего пьедестала. У кого же среди великанов игрового мира самый свирепый нрав? Давайте сначала вспомним других гигантов со сложным характером. Открывает нашу десятку гениальное изобретение доктора Циммермана гигантский танк Скорпион из Некровиза. Правитель Занарканда Юйи Вон призвал Сина из Файнал Фэнтези-10 на девятую строчку нашего хит-парада. Восьмой в списке самых свирепых великанов прекрасный и грозный колосс Родоский из Гадов Вор 2. На седьмой строчке увеличившийся до невообразимых размеров от контакта с эмульсией Брумак из Гирсов Вор 2. Яростный и беспощадный кибердемон из Дум-3 безраздельно влавствует на шестой строчке. Дьявол из Пейнкиллер как воплощение вселенского зла авторитетно расположился на пятом месте. Вооруженный командный юнит из Суприм Команда обосновался на четвертой строчке нашего топ-листа. Статуя спасителя из Девил Мэй Край оживленная злым санктусом поднялась на третью ступеньку пьедестала. В шаге от первого места остановился гуляющий по улицам Чикаго монстр Химер из Резистанс 2. Прямо сейчас отойдите на безопасное расстояние и приготовьтесь задирать вверх головы потому что мы представляем вам победителя нашего соревнования. Однажды когда умер всеотец и освободился трон верховного бога пантеон превратился в поле брани. Восемь полубогов из мира смертных сошлись в жестком поединке за власть. Особо выделялась ладья огромный ходячий замок в который вселилась душа бывшего короля. Когда на поле боя появился этот исполин земля начала содрогаться а в стане армии противника неизменно появлялась паника. От одного вида этого великана спина покрывалась испариной. выросты на плечах и горбу башни подчеркивали воинственный характер ладьи. Своими ступенями он словно червяков давил беспомощных солдат и не дай бог было на себе испытать смертоносную силу кувалды. С каждым ударом гигантский молот погребал под собой сотни пехотинцев и убивал всех на повал ударной волной. ответить силой на такую неописуемую мощь его соперники полубоги не могли поэтому им пришлось очень постараться чтобы найти способ расправиться с великаном. Ладья из Демигот своей исполинской поступью дошла до первого места топ-листа самых свирепых великанов игровой реальности. Только что вы увидели самых больших великанов виртуальной вселенной и смогли оценить их сложные характеры. Надеемся вы уяснили истину. От таких ребят лучше держаться подальше. А тот кто все еще считает что игровой мир безопасен пусть смотрит следующий выпуск. Мы обещаем будет страшно и интересно.